Эти кадры из вчерашних съемок. Как вы видите, вторая волна наводнения вновь настигла Аулхоц. Вода везде. По предварительным данным, в зоне паводка на сегодняшний день оказались 90 домовладений. По сравнению с прошлым разом, можно так сказать, что было не намного больше, но на этот раз развилась она уже по-другим этим. И оплатила почти часть аула. И по подтоплению, сейчас комиссия работает, сейчас только устанавливается количество и ущерб. Это будет готово только ближе к вечеру. Ситуацию на контроле держит глава республики. Сразу же на место стихии прибыло руководство главного управления МЧС Адыгеи. На помощь жителям отправились оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона, службы района, а также все неравнодушные. Отзывчивых жителей у нас в районе немало. Эта беда объединила многих. Так, минувшей ночью педагоги и повара Волнинской и Герухайской школ готовили горячий обед для ликвидаторов впоследствии стихии в ауле Хоц и Хоторе Кармалина-Гидроицке. А эти съемки уже сделаны сегодня утром. С раннего утра в ауле Хоц заорганизована работа по откачке воды с приусадебных участков и расчистке водоотводных каналов. К ликвидации последствий подтопления привлечены 59 человек и 25 единиц техники. На местах начали работать специальные комиссии, которые будут оценивать размер ущерба, причиненный паводком. От наводнения минувшей ночью пострадали и жители Волнинского сельского поселения, в том числе Хотор Кармалина-Гидроицкий. По предварительным данным, подтоплено около 50 домовладений. На Вольном грунтовые воды, огороды, подтоплены предусадебные участки. Здесь вода сошла с гор и подтопила только Кармалина-Гидроицкий. Теперь, на сегодняшний день, мы уже подсчитали 60 домовладений, у которых везде вода была, а 13 домовладений – это в домах была вода. В восстановительной работе сейчас идет группа МФС сельским поселением. Это откачка воды, расчистка дренажных каналов, чтобы воду отвезти, чтобы от усея вода ушла с последней. «Но первый раз не было в хате воды, так не дошло. Полные погреба, у гаража вода, там у меня кухню я сделала. Ребята сейчас вычистили, помыли. У хати вот полос вынесли, этот линолем полы, потому что в другой хате выносить надо линолем». Аварийные работы будут продолжаться до полного восстановления. Руководство района постоянно находится в зоне ЧАЭС и контролирует ход работ. Продолжение следует...